Добрый день! Мы продолжаем наш видеокурс «Ораторское дело как управленческая дисциплина». На предыдущем уроке мы с вами рассматривали очень важный вопрос, связанный с объемом оперативной памяти и с темпом речи, который напрямую связан с обращениями к этой оперативной памяти. У многих людей отсутствует навык непрерывной и плавно текущей речи. Этот навык добывается при помощи определенных упражнений, связанных со стихотворениями Александра Сергеевича Пушкина и связанных с проговариванием ваших профессиональных текстов. Сегодня мы с вами займемся вопросом, который следующий за темпом речи и следующий за обращениями к оперативной памяти. Очень многие ораторы, выходящие перед аудиторией при проведении собраний, конференций и других таких публичных мероприятий очень часто страдают ярко выраженным недостатком, который называется «они не смотрят людям в глаза». Это очень важная вещь. В управлении эта вещь принципиально важная. Дело в том, что когда вы даже с одним человеком общаетесь, например, сидя за одним столом и смотрите ему в глаза, зрительный контакт – это важнейшая часть настройки одного человека на другого. Без этого контакта и, соответственно, управления не бывает. А когда перед вами сидит, например, 200 или 300 человек? Как быть здесь? Очень многие непрофессиональные ораторы, как правило, выбирают одну-две точки, во время выступления забывают о том, что нужно смотреть всем в глаза и очень часто допускают еще более патологическую ошибку. Они начинают смотреть куда-то вверх, в потолок, подбирая глаза и избегают взглядов своей аудитории. Это первейший недостаток, который, во-первых, увеличивает дистанцию, который заставляет аудиторию думать о неуверенности ораторов, о неспособности управлять этим коллективом и, в конце концов, любые возможности для управления начинают теряться. Что нужно делать для того, чтобы этого избежать? Ну, во-первых, нужно научиться людям смотреть в глаза. При этом этот взгляд нужно выдерживать. Нужно помнить, что если вы своим взглядом выдерживаете положенное время и не отводите глаз, то вы сильнее энергетически этого человека. Когда вы выходите к аудитории, которая сидит перед вами на определенном секторе, вы должны мысленно разбить эту аудиторию на передний, средний и дальний план. И за время своего выступления вы обязаны не только проговаривать текст вашей речи, но вы обязаны посмотреть каждому в глаза слева направо и при этом захватить все три плана передний, средний и дальний. И вот этот навык, когда вы дома перед видеокамерой или перед зеркалом, если у вас нет видеокамеры, репетируете ваше выступление, вы обязаны у себя в каждой репетиции отрабатывать навык, который называется кормить аудиторию взглядами. Вы должны проговаривать, разбивать вашу мысль на тезисы и каждый тезис должен быть с переходом на новые глаза, при этом не забывая о переднем, среднем и дальнем плане. Как только вы научитесь это делать ритмично, выделяя логические паузы, ваша речь станет еще более убедительной. Кроме взглядов, которыми необходимо кормить аудиторию для установления зрительного контакта и для установления управленческих нюансов, связанных с метафизикой взгляда, вы обязаны жестикулировать. Очень многие ораторы попадают в ступор, они начинают волноваться, у них зажат плечевой сустав и они просто не знают, что делать со своими руками. Они закрывают себе половые органы, они прячут руки сзади. В любом случае это выдает напряжение и даже если вы начнете кормить взглядами, но ваше тело будет выдавать другое мета-сообщение, ровным счетом будет тот же самый результат. Люди поймут, что вы волнуетесь, вы не уверены и вас можно вертеть на чем угодно. Этого надо избежать. Для того, чтобы научиться жестикулировать, нужно просто для начала не думать о руках, как их положить, а просто сложить их вот так вот в локтях, держать их перед собой, как для бокса. То есть вот вы встали в бокс, в стоечку, вот вы держите руки. Держите руки точно так же. Перед выступлением покрутите поясной сустав, повернитесь влево, вправо, помашите руками, сделайте какие-то такие движения расслабляющие и самое главное начните жестикулировать с первого предложения. Дело в том, что любая мысль, изложенная в тексте, особенно ваш текст, все равно требует определенной визуализации. Когда вы обращаетесь к аудитории, там обязательно есть аудиалы, визуалы, кинестетики. Аудиалы воспринимают больше информации ушами, визуалы больше следят за вами, считывают с вас информацию и им жесты просто нужны для того, чтобы картинка была ярче. А кинестетики они чувствуют, они подключаются к какому-то нематериальному каналу информации. Так вот, для того, чтобы полностью накрыть всю аудиторию, вы должны визуалом какую-то информацию дать. Для этого нужно при репетиции обязательно отрабатывать жестикуляцию. Жесты не должны быть слишком там большими, слишком размашистыми. Достаточно использовать пальцы, как карандаши, достаточно выделять секундочку, делать, знаете, такие логические паузы, которые при помощи только одного, двух, трех пальцев можно иллюстрировать, визуализировать. Подождите секундочку, давайте посчитаем, давайте рассчитаем, давайте посмотрим, а кто там, собственно говоря, отлистывал и так далее, и так далее. Вот такие вот маленькие жесты, которые рисуются перед вашим солнечным сплетением, они на самом деле визуализируют вашу мысль наиболее максимально. Таким образом, хочу подвести итог. Когда вы дома готовитесь к какому-либо выступлению и стоите перед видеокамерой, либо перед зеркалом, видите себя, считываете обратную связь. Обязательно помните о трех задачах. Кроме того, что вы должны рассказывать свой текст, и эта речь должна течь как молоко, без пауз, чтобы темп речи был достаточный, и чтобы скорость обращения к оперативной памяти соответствовала необходимому темпу речи, вы должны кормить взглядами аудиторию и не бояться ни единого человека в аудитории. Не бояться можно только попробовав. Вы должны увидеть, посмотреть каждому в глаза. Если людей больше 500, то хотя бы через одного. При таком количестве аудитории, в общем-то, кому вы непосредственно посмотрели в глаза, уже читается не так. Но самое главное, вы должны не только смотреть в глаза, вы должны подчеркивать каждую вашу мысль, каждую вашу паузу небольшими, очень компактными, экономными жестами, основной упор которых надо делать руками, кистями рук. Не локтями, не локтевым суставом, а кистями рук. Тем более, если вы управленец и управляете тонкими вещами, соответственно, и рубить шашкой вы должны по чуть-чуть. Вот, собственно говоря, на что требуется обратить внимание, прежде чем вы начнете репетировать перед зеркалом или перед видеокамерой ваше публичное выступление, ну, например, на следующий день или через неделю, в зависимости от того, какие планы на использование ваших ораторских навыков, как управленческой дисциплины, разработаны вашей компанией. Спасибо за внимание.